изменяя себя изменяешь мир этот девиз должен звучать внутри каждого постоянно и одна философская заезженная фраза я есть альфа и омега начала и конец которая с нашего согласия была представлена нам вот таким образом опознав себя фраза звучит так азмьезм альфа и омега без начала и конца это преамбула к пониманию кто мы все свет все со светом универсу verso uni направление всех и каждого и все содержится в нем как утверждает официальная наука что атом состоит из ядра электронов которые крутятся в пустом пространстве тогда почему я чувствую мое тело не как пустое а как определенная форма да потому что я и есть в высокочастотные вибрации световой волны все и свет все свет мое отображение в нем и каждого из нас универсу мы видим то что создаем совесть все свестью ведание знанием это есть универсальное правило мировоззрания имя которому кон и по правилам кона отображается во мне то что я созидаю и это мне и возвращается потому что выбор на созидание и отображение его материальном мире был только мой каждый живущий на этой земле много раз своей жизни задавался вопросом почему он должен бороться чтобы выжить как экономически так и физически и затрачивая при этом много сил а результат успеха колеблется плюс минус с постоянной константой около нуля почему народный суверенитет сдан во власть частной из группировки назначенные третьими лицами и без народного выбора почему доходы за ежедневный труд населяющих эту землю остаются в чьих-то карманах почему действительность поставлена с ног на голову понимаешь ли ты или не понимаешь но ты соучастник запланированное мировое банкротство еще с тридцатых годов было с твоего молчаливого согласия как отозвать собственное соглашение быть крепостным знанием знанием и еще раз знанием почему существует зло в этом мире потому что человеке ничего не делают элита знает что для существования и комфортного мирового порядка необходимо наше согласие мировоззрание это свобода выбора это то золотое правило которое есть исток превыше всего единственное мировоззрание и свобода выбора это одно понятие и если мы понимаем что стали жертвой несправедливости можем быть уверены что именно мы и дали на это наше согласие это правило настолько универсально что даже господь яхве должен был заключить союз сотворенным им же национальностью несмотря на то что мог бы силой заставить подчиниться ему эфемерное желание власти этой национальности над всеми народами разрешила господу яхве скрепить этот контракт включая такие положения и условия как принесение ему жертву первенца каждая семья богоизбранной национальности обязывалась убить и сжечь своего первого ребенка мужеского пола доказывая тем самым что выполняет неукоснительно договор обещания быть главарями над народами и все же когда добровольно принимали приглашение яхве о земле обетованной задавались все-таки тремя вопросами следуем за нашими уже знакомыми на мне на химами или же следуем за их в или же следуем за новыми вновь прибывшими элохимами на земле обетованной и как только решили следовать за их в началась развязанная бойня уничтожая все на своем пути включая тех же людей и по команде господь яхве требует согласия на продолжение срока этого контракта мировая элита знает эти правила это закон для мировой элиты человечество же обесчестило правила свободы выбора согласие или же кон те кто обманным путем выставил счет человечеству будет проклят навсегда собственной же совестью потому что действовать за коном то есть без чести без уважения свободы выбора это самоуничтожение убийство собственной сущности это вечное проклятие перед собственной совестью например начало военных действий следует четкому ритуалу захватчик перед внедрением на понравившуюся ему территорию должен оповестить о намерении с предложением и предоставлением претензий это жестокий закон сильного но честь соблюдена было предупреждение и предстоит угнетаемому народу ответить или же промолчать на действия агрессора через своего представителя судьба народа же будет зависеть от решения этого представителя потому что сам народ дал согласие на существование этого правительства криминальная элита которая правит миром знает об искаженном мироустройстве самого начала наказание для них это потеря чести перед их господом каким бы он ни был не исполняя правил мироустройства или же правила свободы выбора не существовала бы власть их да и до сих пор потому что это равносильно самоуничтожению вот почему мировоздание это свобода выбора вот почему яхве просил у своего же люда согласие для создания союза вот почему правительство просят нас участвовать в выборах забавно но даже во времена сталина и брежнева тоже были выборы кандидатов правительства как же работает система порабощения была создана замечательная система которая состоит из двух слагающих предупреждение и по умолчанию то есть если не отвечаешь значит хуже тебе еще один пример при изменениях условиях договора банк должен прислать документ с их изложением это и есть предупреждение а мы почти никогда не отвечаем даже не читаем это и есть по умолчанию то есть согласие ведь предупреждение было отправлено так вот изначально сотни лет или тысячи эта система живет только на двух принципах предупреждение и по умолчанию благодаря чему существует эта система законы что такое законы это законы производная от канона прошу не путать с иконом канон установление апостолов вселенских и поместных соборов о вере от церковных обрядов также фиксированная плата за пользование определенной вещью или услугами и все это закон господа это закон экклезиаста каноны собственно это нормы значение которых не были подвержены сомнению 99 процентов всех норм в судопроизводстве базируется на предположение или фиктивного развития преступления и 99 процентов населения земли даже не заморачиваются предположить что такое фикция или предположение фиктивного развития преступления и тем более не заморачивается отказать тем кто изначально коверкает презумпцию невиновности основа системы это таинство конфессии то есть признание в чем-либо но грехах потаенных абсолютно также как и во времена инквизиции абсолютно необходим наговор на самого себя а в случае отсутствия обвинения нельзя продолжать разбирательство то есть судебное разбирательство нулевое второй важный канон это иерархическое право которое берет свое начало из божественного права или другими словами право сотворенного господом дальше идет натуральное право потом позитивное право это целая серия правовых отношений таких как административное право частное право главный аргумент что любая собственность это одна из главных составляющих такого права как фидуциарная система или другими словами система доверия или на международном языке власть держащий хорошо знает что собственность это фиктивное понимание то есть как может земля реки моря принадлежать кому-то физически как можно их положить в карман они принадлежат земле и если в один прекрасный день ты покинешь эту землю реки моря и земля останется останутся на своем месте тоже относится например и к домам и к автомобилям как ты можешь ими владеть через свидетельство о собственности эти сертификаты или свидетельства фиктивны и подразумевают только право пользования на физическом уровне не можешь ими владеть поэтому были придуманы сертификаты собственности которые на самом деле подразумевают всего лишь право пользования если в один прекрасный день тебя не станет или ты не успеешь или не захочешь писать завещание это от тебя ничего не зависит автомобиль или дом останутся а тебя не будет на этом свете есть жилище которое сделано из кирпича и есть жилище как сертификат собственности или другими словами как фидуциарная система то есть система доверия или другими словами траст это два разных понятия жилище из кирпича физическое свойство траст иллюзорное понятие жилище как траст или фидуциарная система должны содержать в себе три компонента это исполнитель администратор бенефициар разберем по порядку исполнитель это та иллюзорная единица которая дарует сертификат в данном случае это государство администратор же отвечает за управление какой-либо организации в нашем случае управляет сертификатом или кадастр и бенефициар тот кто использует это жилище в собственных нуждах или проживает или сдает наем сейчас отвлекемся кто такой бандит или мафиосник это лыдащи который не хочет работать безнравственный жулик посредственность невежа и невежда и вот группа таких людей составляет силу и по признанию своему это и есть бандиты или класс паразитов которые живут за счет других вопрос а что такое класс политиков это класс лыдащих которые не хотят работать безнравственные жулики посредственности невежа и невежды и в единичном экземпляре не стоит ничего поэтому объединившись организовывает группировку или класс паразитов вопрос класс политиков это зеркало самого общества изначально правили родовые устои устои которые учили опекать землю матушку заботиться о ней а это и есть ответственность это труд а не держание сертификата в кармане что-то случилось страшное в нашей жизни после чего пришли захватчики предложив записать земельные наделы в регистр и эти реестры будут храниться в Риме и собственник этих реестров может быть только захватчик для человеков нельзя записать правила это мерзость писать кон так как изначально это совесть для человека в реестр земли это мерзость и тем не менее на реестрах или другими словами на системе реестров ценных бумаг поработители изменили мироустройство система реестров ценных бумаг утверждает право собственности этой землей поработителями те которые эксплуатируют землю и всех живущих на ней ледащие не хотят работать наглые от слова наги одним словом паразиты официальная история официальная история рассказывает что в восьмом столетии с приходом лангобардов Карла Манния получил благословение от папы римского Леона Третьего на императорство всей землей и с этой минуты вся земля находится под владением святой римской церкви современная система которая берет начало с восьмого столетия система собственности или же система юридического права система денег система политики объединены между собой нерушимый союз который берет свое начало в 1302 году с первой папской булы уном санктам экклезиам выданной Бонифацией восьмым Данте Алигери в описании своей божественной комедии поставил папу римского Бонифация вниз пекла определив его как самого злого и продажного папа Бонифаций созданием этой булы сотворил первую систему траста первую фидуциарную систему где определил что вся собственность это собственность не физическая а всего лишь ценная бумага сертификат права на использование в этой первой буле папа объявил что посредством ценных бумаг все земли передает во власть Ватикана один из канонов утверждает что каждое заявление без опровержения имеет силу так же как и утверждал Бонифаций Господь доверил все ценные бумаги Ватикан и посредством этой булы назначил исполнителя администратора и бенефициария святую римскую церковь этой фидуциарной структуры на гербе меньших братьев францисканцев можно увидеть исполнительно папской булы где внизу расположился флаг иезуитов иезуиты это одна из частей ордена францисканцев сама организация иезуитов находится в Венеции администратор траста сам папа римской церкви бенефициарии траста это все люди населяющие эту землю так что что же это за утверждение папское такое булла унам санктам экклезиям использует метафору морского права то есть адмиралтейского права что единственная святая церковь это ноев ковчег утверждает что весь мир был погружен в бездну морскую и единственное средство которое было над пучиной волн это и есть ноев ковчег с этого момента все человечество считается утонувшим пропавшим море и папа авторитетно заявляет что вся собственность физическая и спиритуальная находится в его власти до тех пор пока пропавшие не объявятся чтобы заявить о собственных правах но до сих пор никто этого не сделал и до сих пор все зависят от этой юридической системы которая оправдывает себя быть божественным правом вот почему когда говорится о политике о финансах экономии и религии это одна ипостаси это название голов гидры телом которого который является яхве второй траст был издан буллой папской в 1455 году после 150 лет от первой папской буллы и за эти 150 лет никто не заявил о собственных правах этот траст это завещание распоряжение на случай собственной смерти папы и последующих пап насчет собственности прав пользования привилегий которые уже были прописаны в первой булле был создан новый траст в основе которого лежит догма что новый исполнитель это римская курия администратор это коллегия кардиналов бенефициарий это император сия земли собственность которой принадлежит папе римскому схема такова господь подарил весь мир папе папа римский предоставляет части этого мира императору император мира становится благодаря мандату господнему или уроборос змея кусающая собственный хвост это вторая булла называется Романус Понтифекс издана 08 01 1455 года папой Николаем V итак мой дословный перевод на русский язык этой булы мы предоставим ранее в письменном виде помимо всего королю Альфонсу полную свободу вторгаться в чужие земли завоевывать порабощать всех живущих так брать в плен неповинующихся всех серосенов язычников и всех врагов церкви нашей везде где они проживают вместе их царство княжество поместье все их движимое и недвижимое имущество имущество как и вся их собственность обратив их крепостными навеки используя их и получая прибыль в личную пользу с их царств княжеств поместья владений любой собственности и тем самым даруя гарантию королю Альфонсу который от имени своего юридически и законно оккупирует все земли острова порты и водные пространства в полную принадлежность ему и это собственность де юре тому же королю Альфонсу и его наследникам которые будут совершать благочестивую и благородную деятельность достойную быть запечатленной памяти навечно и навсегда и в этой любви есть спасение душ и дорастворяться вере и поражение недругов помня о долге перед господом нашим и верой в него и в святую мировую церковь с ее с еще большей преданностью и когда падут все препятствия тогда осознают силу в любви и привилегиях предоставленной нами и апостолом апостольским престолом это краткая выписка из второй булы папской романус понтифекс перевод мой тридцатью годами позже был создан ватиканом третий траст в 1481 году папой систем четвертым это була или траст называется Этерний Реджикс где был пересказ предыдущих двух пол только собственностью траста была уже не только вся земля предоставленная монархии а человечество живые человеки которые живут вот на этой земле которые с этого момента рассматривались как некомпетентные неспособные которые должны быть подвергнуты принудительному администрированию принудительному управлению в этой последней буле папа Систа четвертый реализует освященное видение папы бонифации что человечество пропавшие в море банкроты потому что никогда не заявили о своих правах и поэтому должны быть принудительно управляемы где государство берет ответственность за наше существование вот это есть система которая действует и по сей день оригиналы этих булл мало кто видел так как буквально вплоть до конца восемнадцатого столетия Ватикан писал свои булы не на листе бумаги потому что она считалась средством лишенной жизни а значит обесценена еще два столетия назад использовалось правило что выдаваемый документ который действителен должен быть издан посредством живой материи и подпись должна быть кровавыми чернилами то есть чернилами из крови такой документ издавался на пергаменте из человеческой кожи вышесказанное вы считаете абсурдом ищите сами Лиссабонский договор подписанный на саммите ЕС 13 декабря 2007 года в Лиссабоне самой королевой Елизабетой лично и так как самой королеве негоже подписывать мертвый бумажный документ потому что нельзя Лиссабонский договор был подписан рукой королеве на пергаменте из кожи козла Трити оф Лисбон Годскин Лиссабонский договор подпись на коже козла ищите сами это такой обычай где все папские булы издаются на пергаменте из кожи ищите сами кто такие владельцы этой содраной из живого кожи подпись ищите с ищите